И заслуженная победа Надельхана Малеева. Ну а то, что касается опять же, да вот Молдова, Румыния, мы видели, что по сути-то Николай Тамезликар, он представитель был Молдовы, хотя в программе у нас Румыния. Дальше у нас интересная будет уже программа боев. Не могу сказать, что это было скучно, но я уже как бы предваряю события. Веса до 46 килограммов Максим Питкевич против Якуба Абернасукаева. В седьмой поединок, там и вовсе звезды, пока представляем Якуба Абернасукаева. Сулейман Касумов, Бернасукаева, ну представим вот как раз поединки против Питкевича. Так вот, то, что касается боя свыше 100 килограммов, у нас два будет таких поединка супертяжеловесов, кроме Евгения Орлова и Забица Самедова. Это бой Буграту Гая Эрдогана из Турции против известнейшего французского бойца Фредди Кимайо. Как раз тоже, между прочим, там произошла замена. Кимайо должен был биться с Денисом Гончаренком, но, к сожалению, один из самых известных бойцов в мире белорусского муайта и кикбоксинга получил травму. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, я хочу сказать, что комментатор говорить на фоне этой песни, по-моему, просто кощунство. Итак, знакомьтесь, боец в красном углу. Ему 19 лет. Рост 181 сантиметр, вес 71,65 килограмма. В его активе два боя, оба закончены победой. Он чемпион болтовый по кикбоксингу. Встречайте, испантовый Александр Фрунса! Его соперник в синем углу, бойцу 30 лет. Рост 177 сантиметров, вес 72 килограмма ровно. Профессиональный рекорд 13 боев, 11 побед, включая 5 побед нокаутом, 2 поражения. Он чемпион России по кикбоксингу К1, представляющий Войсовский клуб Ахмот из России. Сулейман Касумов! Рэпери-бейдинга Максим Стеско. Рэпери-бейдинга Максим Стеско. Мы можем рассуждать на тему того, что представитель клуба Ахмат имеет больше шансов на победу. Посмотрим. Сразу идет течка, высекает в самом начале уже на 13 секунде лоу-киком. Ниже ростом, вроде бы кажется, да, дистанция так и снова больше у соперника, но так же, как это было с Юсуповым. Но нужную дистанцию выходит для себя и начинает работать плотно. Мы видим, что многие представители клуба Ахмат, они вот так стараются работать, чуть ли не, знаете, по рекламе ТАД нефть и арены турнира, где считаются только нокауты, нокдауны. То есть, в принципе, в стойке минимум движения, постоянная вот такая стойка с упором для плотного удара. Всегда готов, любую секунду. Вот как сейчас. Молдаванин старается отвечать, причем делает это так достаточно уверенно. И, кстати, еще один момент, который, опять же, отмечаю. В очередной раз, вот видим, по фактуре чуть-чуть уже разнятся. Такое ощущение, что, опять же, вот соперник Фрунзе, как будто из иной весовой категории, 75 как минимум. Такая разница в фактуре. Здесь, конечно, важный аспект для Молдаванин, действительно двигаться, двигаться вдоль канатов, иначе могут быть проблемы. Не застаиваться. С руки вот эта комбинационная работа, о которой мы говорили, да, то есть не просто двойку, да, не просто попытаться кросс пустить в дело, но и ногу добавить, мидлкик. Бой из-за того, что ногу перехватит, будет зацеп или подсечка, здесь нет такого. Это не должно мешать. Подсказывает Фрунзе, что осталось 30 секунд до завершения первого раунда. Да, похоже, здесь такая вот ситуация, которая была в боях уровня вот Тамазликару Юсупов, когда, ну, наверное, задача не упасть. Первый раунд завершен. Товарищ по команде, скажем так, по делегации Николая Тамазликарова, Александр Фрунзе, ну, не могу сказать, что отбегал, но отзащищался от атак Сулеймана Касумова. Первый раунд от Доназликарова. Первый раунд от Доназликарова. Солнечный раунд от Доназликарова. Помню, ну, что ж, пригласили, условия очевидно удовлетворили Валента и Александра Добротворского. Будет биться с украинцем Сергеем Снючуком. Ну и, наконец, главный бой. Евгений Орлов забит. Самедов свыше 100 килограммов. Возможно какие-то проблемы были с экипировкой Не знаю, что вызвано Это пауза, первый раунд Второй раунд Такой фронт-кик Надо сказать Довольно опасный Потому что подобным ударом Можно просто нанести Кик непосредственно Ниже пояс в область пака Мидл Причем тоже такой довольно плотный В исполнении Касумова Не забывает Сулейманова в защите Александр Фунзе так выбрасывает руки Но здесь очевидно, что такая встреча Классика жанра Ударник против игровика С учетом Вот как раз Режима наших соревнований Нашего турнира То здесь конечно Бойцы стиля Касумова Имеют преимущество Хорошо в принципе Фрунзе держит дистанцию Его эти панчи Эти двойки Ничуть не пугают Он очень спокойно Себя ведет Ну так было Собственно говоря И с Тамазликару Однако мы помним Что Абдул Азиз В одну из атак В общем-то Печатал Правый прошел Очень такой добротный В исполнении бойца клуба Ахмат Нокдаун Молодец, Фрунза Что ж, если судья решил, что Нокдаун Используй-ка это время Чтобы передать привет Всем белорусам прежде всего Ну и возможно, может быть Кому-нибудь из Тех, кто переживает за него В Молдове Тем самым показав Какой там вообще нокдаун Я, откровенно говоря Тоже не заметил Что сильно Так уж Фрунзе был потрясен Но судья решил иначе Полминуты До завершения раунда И с рук Сразу двойка В исполнении Фрунзе Я прям скажу Что после нокдауна Так не сражаются Видно Ничего-то особенного и не было Молодец, Фрунзе Концовка раунда За ним Публика поддерживает Молдаванина Исупов должен ответить Он и старается это делать Чтобы должок вернуть В концовке Попадает правым Но без должного акцента Да еще и уходит Фрунзе Ну что ж В принципе В принципе Я думаю, что Сулейман Сохранил свое преимущество Но Фрунзе молодец Нокдауна Как такового Мне кажется Уже не было Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Попадает фронт держать на расстоянии тем более что фронт за больше дистанции атаки в том сликики это очевидно даже на глаз может не настолько существенное но больше вот обозначение ты удары никакой никакого эффекта никаких повреждений в себе не несут снова задерживается фронт за это хорошо для сулимана и опять нокдаун снова наверно может быть привет перед но всем видом показывает что он в полном порядке к своему углу все да нет отказывается продолжение поединка какие-то проблемы у него очевидно не знаю что с этим было связано я наверное говоря скажем так завершить этот бой потом после нокдауна скажем так поднять соперника я не знаю чем было продиктовано это решением александра фрунзе но он сразу пошел обниматься с улейманом косумовым может быть посчитал не знаю что какой смысл заканчивается поединок если снова отдали вот нокдаун сопернику кому показывает на арбитра любопытное какое-то раз по моему с каким-то двойным дном поведение молдаванина по крайней мере мне так кажется исходу фото на память еще до объявления победителя для него это уже четырнадцатая победа вернее в четырнадцатого и двенадцатая победа и шестая досрочно но откровенно говоря вот бой получился мне кажется довольно странным но нет тяжело конечно со стороны потому что каких-то особых повреждений фрунзе мне кажется не получил пока бойцы клуба ахмат в основном одерживают победы я напомню что абдулазис юсупов весит до 75 килограммов одолел соотечественника александра фрунзе николая там из ликаро мурат азербеев вообще-то наш человек но представляющий ахмат победил весе до 65 килограммов и вот как раз следующим боем я думаю что зрители должны быть поддержать максима питкевича нашего одного из наиболее опытных бойцов веса до 66 килограммов будет биться как раз с якубом берна сукаевым из ахмата ну я думаю так или иначе сулеман косумов все равно бы держал победу да вот здесь лоу кик судя по всему до этого лоу киком довольно жестко попал александр фрунзе сулеман косумов ну а любой в принципе любитель ударных единобор знает что нокаут лоу киком это вполне себе нормальное явление что в муай тай что в кикбоксинге да поднял руку так что здесь все очевидно действительно сулеман косумов поддерживает победу именно лоу киком все понятно все чисто заслуженная победа но но и